сегодня 4 сентября понедельник смотрите в выпуске ачинцы отметили день нефтяника как это было покажем во второй части выпуска в ачинске выбрали лучшие дворы подъезды и палисадники расскажем чего стоит держать в чистоте и порядке владения завтра планируется подписание соглашения между мэрией терминал нефтегазом и край газом в плане аж 300 домов однако теперь только в одном районе кому повезет и когда ждать расскажем прямо сейчас газификация ачинска начнется с домов в шанхае с печного отопления переведут 300 усадеб об этом сегодня сообщил мэр игорь тетенков интересно что ранее власти заявляли о том что переводить на экологичное топливо планируют дома в разных районах сроки правда не обозначены но ранее зампред правительства россии александр новак во время визита в край сообщил что в регион придет газ ориентировочно в 2028 году так что ачинск раньше газ не получит также завтра в городе будет подписано соглашение с несколькими компаниями о реализации проектов по строительству сервисно-логистического центра и газозаправочных станций а также газификации поселка восточный в народе его чаще называют шанхаем соглашение с городскими властями подпишут компании терминал нефтегаз сибирский филиал газпром газомоторное топлива и красноярск край газ вот так вот за с поличным жители рудника тоже подключились к фотоохоте на тех кто гадит в городе сразу двух нарушителей поймали на фото и видео неравнодушные ачинцы эти кадры по словам авторов были сняты в пятницу и субботу среди бела дня похоже что валить мусор тут не стесняются и при свидетелях нелегальная свалка растет на перекрестке марганцевой подгорной ее периодически вывозят за бюджетные деньги а вредители снова свозят сюда мешками и тележками эти фото и видео доказательства мы передали в отдел земельного контроля и полицию там по номерам авто установят личности нарушителей затем на административной комиссии они получат штраф за незаконную свалку мусора полагается от полутора до четырех тысяч рублей напомним ранее штатный эколог мэрии объявила что они также устанавливают фотоловушки в местах нелегальных помоек а если вам удастся поймать на видео или фото таких же вредителей отправляйте в наши соцсети или ватсап в здании бывшего роддома на лапенково могут появиться офисы и магазины краевое агентство по управлению госимуществом выставила пятиэтажку на продажу объявление об аукционе появилась в конце августа сами торги состоятся в конце сентября первоначальная цена на пятиэтажку с лифтом забором а также земельным участком установлена в 34 миллиона 346 тысяч потенциальные покупатели могут только увеличивать стартовую стоимость шагом почти в миллион 700 здание роддома пустоют уже несколько лет после того как в ачинске открылся перинатальный центр все это время оно было законсервировано использовали его только в 2019 под размещение военных после взрывов в каменке также это пятиэтажка рассматривалась и как возможный вариант для переезда кожвин диспансера но в итоге его продают случае успешной реализации деньги от продажи поступят в краевой бюджет ватчинске наградили победителей и призеров конкурса на лучший двор напомню в начале лета мэрия объявила конкурс на самый лучший двор подъезд и полисадник он проводился по четырем номинациям лучший двор жилого многоквартирного дома до 1990 года постройки лучший двор жилого многоквартирного дома после 1990 года постройки лучший подъезд и лучший полисадник всего на конкурс было подано несколько десятков заявок и вот сегодня победители и призеры получили заслуженные награды среди домов до 90 года лучшими стали двор на кирова 56 третье место серебро ушло во двор ювр 44 а победителем стал двор на назарова 15 победа неожиданная признается активист дома иван николаевич адушкин но жильцы дома ее заслужили уверен мужчина на женщины хорошего дворе все делают все занимается управляющая компания помогает здорово то есть без них тоже мы никуда среди домов после 90 года постройки места распределились так третье индустриальная 13 второе 3 микрорайон 32 б а золото у двора дома 21 в восьмом микрорайоне лучшие подъезды по адресам кирова 110 первый подъезд третье место второе ювр 44 подъезды 1 и 2 а победитель подъезд номер один дома 9 в третьем микрорайоне председатель домового комитета подъезда призера ювр 44 уверена хороший подъезд дело нелегкое но она того стоит ожидали потому что у нас очень прекрасный подъезд чистый мы два года назад сделали капитальный ремонт там очень хороший дорогой ремонт и людям чистоту порядок в этом году отметили и лучшие частные владения так лучшими признаны палисадники на алтайской 92 третье место серебро у палисадника по адресу иркутская 36 а самый лучший на смены 33 все призеры и победители получили дипломы и денежные сертификаты накануне в ачинске состоялась встреча кандидатов губернатора красноярского края от партии лдпр александра глискова с ачинцами и городским парт активом главная цель принять обращение горожан понять проблемы территории самые наболевшие вопросы об экологии коммуналке медицине дорогах полная разрушка все исторические здания как эту проблему можно разрешить потому что местная власть не занимается надо работать с бизнесменами настоящая боль ачинцев вырубка деревьев уверена одна из жителей города александр глисков озвучивает свою версию происходящего с зелеными насаждениями так же ачинцев волнует недоступность спорта для особенных детей жителей района тревожит состояние сельского клуба и отсутствие спецтехники для уборки дорог и подготовки к пожароопасному периоду с такой проблемой приехали из тимонина и лапшихи все наказы и просьбы александр глисков фиксирует и обещает заняться их решением сам кандидат уверен во власти обязательно личное общение с людьми работа все жителями вот такая непосредственно напрямую путем личного общения это вообще основа работы любого депутата и мэра и губернатора потому что жириновский нас всегда так учил что не надо ничего придумывать иди к людям слушай что люди говорят и вот это делай кроме ачинска такая же встреча прошла в назарове ранее грязков побывал в канске затем автобус кандидата отправиться на север края где его тоже ждут жители со своими наказами и проблемами в ачинске снова растет преступность и речь в том числе о тяжких и особо тяжких преступлениях об этом сегодня сообщил ачинский прокурор мощную прибавку дают интернет-мошенничество и такая ситуация по словам максима кобелева по всей стране с начала года уже совершено 1085 преступлений из них кибер преступлений больше трехсот бороться с этим в прокуратуре предлагают профилактикой и информированием населения в том числе разместить на городских улицах баннеры с предостережением об уловках телефонных обманщиков по данным краевой прокуратуры с начала года жители региона перевели мошенникам почти два миллиарда рублей сет пальчики оближешь от суши мастер всего за 999 рублей суши мастер подробности на сайте суши мастер точка ру если дети растут то цена на детскую мебель падает до 30 сентября скидка до 20 процентов на удобную детскую мебель кмк всегда удобно ресторан новая крепость банкеты свадьбы корпоративы вкусно уютно и недорого молодоженам на свадьбу люкс подарок город ачин улица крупской 28 бронирование по телефону 6 8 8 9 8 компания синт представляет тариф интернет плюс телевидение 150 мегабит в секунду более ста каналов в высоком качестве неограниченный просмотр любимого видео контента на youtube и ими и это всего за 650 рублей в месяц подробности тарифа узнавайте на сайте в офисе оператора и по телефону 56 3 0 производственной компании меркурий требуются дробильщики заработная плата от пятидесяти тысяч рублей водитель погрузчика категория d зарплата от 60 тысяч мастера производственного участка зарплата от 80 тысяч обращаться по телефону 8 923 375 75 75 врачи краевого онкоцентра бесплатно проверят родинки после пляжного сезона и ехать к ним не нужно они это сделают по фотографиям акция проверь родинку пройдет с 4 по 15 сентября если у вас на теле есть новообразование которые вас беспокоят сфотографируйте их и отправьте снимки на электронную почту проверка собака онколог 24.ру специалисты изучат их и ответят на письмо дадут указание как дальше действовать при необходимости назначат прием диспансере на 20 21 сентября внимание к фотографиям родинок есть требования которые нужно выполнить для качественной диагностики в письме укажите телефон для связи и имя делайте фото родинки при дневном свете без вспышки рядом положите линейку снимок должен быть с близкого расстояния и хорошего качества важные новости коротко в рубрике телеграф оченец в сердцах жег родственникам квартиру все произошло накануне в третьем микрорайоне как рассказали в полиции после ссоры с родственником собственником квартиры 41-летний оченец который несколько лет проживал в этой квартире у родственников затаил обиду а когда хозяин жилья уехал копать картошку обидчивый и ранее судимый оченец поджег квартиру из-за пожара пришлось эвакуировать 110 жильцов дома теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы оченцы могут позвонить на горячую линию роспотребнадзора по вопросам питания в школах с 4 по 15 сентября специалисты управления ответят жителям края на все интересующие вопросы звонить можно по телефонам на экране в березовой роще надзержинского пройдет высадка молодых деревьев 340 саженцев ачинску подарил сип гт у имени решетнёва высадка пройдет завтра на открытии благоустроенного пространства начала в пятнадцать ноль ноль наш губернатор александр глясков настоящий народный праздник устроили для горожан нефтепереработчики в честь своего профессионального праздника на площади нефтяников собрались как заводчане семьями так и простые ачинцы помешать веселью не смогли даже дождь и холодный ветер какой сегодня праздник знаете первое сентября а еще какой-то велосипеды а тебе что понравилось тут танцевать и участвовать а торт уже успели попробовать вкусный да из-за погоды пришлось сворачиваться потому что все доски по залилам и в шахматы играли но настроение настроение от этого не изменилось настроение замечательное погода абсолютно не мешает празднику очень хороший праздник много всяких площадок есть вкусный торт лотерея для работников и прекрасная музыка конечно всем желаю добра здоровья и главное жизни всего самого-самого наилучшего всех собравшихся ачинцев и нефтепереработчиков с праздником поздравили председатель профсоюзной организации ачинского нпз анатолий трощенков и первый зам мэра евгений пенский от себя лично от олега александровича поздравляю вас с этим профессиональным праздником желаю вам семейного благополучия мирного неба над головой и конечно же крепкого сибирского здоровья с праздником дорогие друзья это заявляется не просто одним из градообразующих предприятий города но и социальным партнером города проводит организует такие большие массовые мероприятия для всех жителей я желаю работникам членов семей здоровья благополучия спокойствие в доме и уюта для гостей праздника нефтепереработчики подготовили множество различных локаций занятия по интересам нашлось для малышей и для взрослых игры фотозоны спортивные экологические профориентационные локации а финалом праздника стали выступления новосибирских и ачинских артистов и яркий холодный фейерверк николай черемных константин алексеев телеканал оса потрясающее утро на юге региона на границе ермаковского района и тувы сегодня произошло землетрясение подземные толчки зафиксировали ученые алтай саянского филиала геофизической службы российской академии наук в 8 утра эпицентр как сообщают в службе находился почти в 100 километрах от кызыла интенсивность сотрясений в эпицентре достигала 4,1 балла местность здесь горная и населенных пунктов нет а а Продолжение следует...